Пандемия коронавируса продолжает оставаться главной темой в России и Ульяновской области. Губернатор Сергей Морозов отправил министров и руководителей ведомств проконтролировать борьбу с инфекцией в районах. Поэтому заседание штаба по комплексному развитию региона проходило в режиме видеоселектора. Проблемы везде схожие. Не все соблюдают режим самоизоляции, а в общественных местах не всегда придают значение санитарной дезинфекции. Ну вот судя по тому, как мы смотрим, как соблюдается режим самоизоляции, как в муниципальных образованиях, сплошь и рядом ходят, без масок, не контролируют, не увидят, так скажем, дружинников. Вы чего хотите, коллеги? Губернатор поручил всем ведомствам и медицинским учреждениям быть стопроцентно готовы к возможному ухудшению ситуации. Для этого выполнят ряд неотложных мер. Должно завершиться создание специальных резервных коек для больных, а в сельских районах особое внимание будет уделяться фельдшерско-акушерским пунктам. Как их обеспечению, так и дополнительным выплатам фельдшерам и уборщицам. А учреждения с наличием спецкоек будут обеспечивать дополнительными кадрами. Мы, по примеру московских властей, могли бы считать пациентов с ОРВИ и гриппом, как потенциально заразившихся коронавирусом. Что это значит? Это значит о том, что вместе с членами семьи им необходимо вручать предписание о соблюдении мер самоизоляции на двухнедельный срок, ну и, конечно, всех тестировать. Тестировать будут и находящихся в учреждениях закрытого типа, например, в домах престарелых. Их сотрудникам предусмотрят доплаты. За людьми старше 65 лет усилят контроль. А пациентов с легкой формой коронавируса медики будут консультировать в онлайн-режиме на дому. Все эти положения будут прописаны в готовящемся указе губернатора. Пристальнее будут следить за пребывающими из других регионов и стран. Для этого региональное руководство планирует теснее сотрудничать с муниципалитетами. 179 человек в ближайшее время к нам поступят из-за рубежа. Уже прям, насколько я понимаю, сегодня ночью. Послезавтра ночью перенесли рейс, а послезавтра в Казань два человека прилетают. Послезавтра уже прибывает, и нам нужно будет этих людей с учетом, так сказать, там вот особенностей. Надо Виктор Михайлович еще раз нам вместе посмотреть автомобили, которые, так сказать, подготовлены. Люди будут прийти, прибывать сюда. А это новые очаги. И еще одно новое, что ждет область. В регионе запускается индекс самоизоляции. Контролировать будут и всех пребывающих в регион. Но жизнь между тем продолжается, и не сводится только к коронавирусу. Ульяновская область готовится к проведению недели моды. Она пройдет полностью в онлайне и будет включать в себя как деловую часть, так и модные дефиле. Мы договаривались о том, что мы сделаем отдельный блок по продвижению нашей производителей школьной формы. Это очень важно, потому что они работают на несколько регионов. И уже сейчас начинается сезон подготовки к сентябрю. Мы не должны сегодня за текущими вопросами забыть и, скажем так, не заметить о том, что нам нужно пора уже задумываться о выходе из кризисной ситуации. А поддержать выход из кризиса экономики готовы кредитные организации и банки. Идет реализация программы предоставления займов под 0% годовых малому и среднему бизнесу за оплатные проекты. В эту программу включены, я немножко повторюсь, 4 больших системообразующих банка. В завершении совещания поговорили об учебном годе. Для всех школьников он завершится 30 апреля, кроме старшеклассников. Когда закончится для них, будет понятно после майских праздников. Егор Титов, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.